Симптомы дефектов видно, да? Проявление дефекта это симптом Не буду читать там эти примеры Надеюсь тут там можно Последствия дефектов Важный параметр То есть что произойдет в случае того Если дефект на данном оборудовании Перейдет в отказ Некая качественная шкала Позволяющая там группировать дефекты В зависимости от важности Ну непосредственная причина дефекта Видно, да? Гидрудар, корозия, шламование, несоосность Это именно то, что является причиной этого дефекта В основном, как вы видите, причины здесь технические Но если говорить о коренных причинах дефекта То там могут быть именно организационные причины Собственно именно с ними мы должны бороться Чтобы не было именно коренных причин дефектов Чтобы не было условий для восстановления Сами дефектов на производстве Ну опять-таки в зависимости от отрасли Есть там разные деталировки причин Ну вот есть в атомной отрасли Такой справочник на из коренных причин дефектов Он порядка 200 либо 300 записей То есть он достаточно такой расширенный Который позволяет именно выявить Там для любых видов оборудования Корневые причины дефектов Ну с точки зрения безопасности Опять-таки задача нас как менеджеров Это сделать еще мероприятие То есть ранжировать эти мероприятия То есть какие мероприятия Какие корневые причины дефектов нацелены То есть это тоже отдельный справочник Позволяющий закрепировать программу ремонтов Или программу обслуживания Или диагностики С точки зрения вот именно этого алгоритма То есть мы внедряем диагностику Потому что путем анализа дефектов Выявлено там 800 коренных причин И мы одним мероприятием диагностикой Накрываем целый ряд дефектов на оборудовании Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин